Девушки отдыхают Так что сегодня вечером начинается особенный день эров 9 ава, то есть у еврейской традиции существует пост, который пост траура о том, чтобы вспоминать о том, что был разрушен храм один, второй. И вот об этом я не буду говорить, потому что фактически для тех, кто приняли свободу, те, кто приняли Ишуа как личного спасителя, для них уже некого траура и печали нет. Нет. Нету. Мы можем, конечно, присоединиться, и я думаю, что должны думать о том, что те, кто в траурах, мы должны поддержать их в трауре, потерять друзей или же потерять близких. Но я верю также, что в истории еврейского народа были не только дни 9 ава, где они знаменовались разрушением храмов. Я понимаю, что, может быть, некоторые совпадения, которые описываются именно в 9 ава, но я хочу, чтобы вы понимали, что 9 ава было связано с тем временем, когда Израиль пришел к границам своей обещанной земли. Мы часто приходим к границам того, что Бог нам обещал. Мы имеем некое обетование. У каждого из нас есть некое обетование, некая надежда, что Господь приведет нас к исполнению тех желаний, которые у нас есть. И Бог это хочет. Но Он приводит нас к границам этого обетования. Мы еще его не видим. Мы понимаем, что оно есть. И нам всегда хочется испытать, какое это обетование. Приходит народ к границам обетованной земли. И боясь зайти туда, потому что они не знают, что происходит, они упрашивают Моисея, чтобы отпустить от каждого колена представителей, согладатаев. Или мы говорим так, шпионов, диверсантов. Можно сказать, как там, Депетель, как называется, ДРГ, ДРГ, добро пожаловать. Они посылают. И вот некое состояние, когда они приносят свидетельство о том, что земля хорошая, но брать нам ее невозможно, потому что у нас не хватит сил, что-то происходит. Верят, что это не то, как бы стало проклятием израильского народа, Девятая Ава. Верят больше, что с того времени Девятая Ава становится неким топором, нависшая над жизнью или же, может, судьбой Израиля. Я бы не так сильно бы не говорил об этом, но потому что у Бога есть намерение. У каждого дня есть намерение. И то, что дьявол хочет взять посрамление, Бог использует каждую эту ситуацию во благо. Как вы думаете, если то, что Израиль не вошел в обетованную землю, как ему обещалось, и Бог стал их водить по земле пустынной 40 лет, послужило ли это ему во благо? Или нет? С одной стороны, скажу, ох, ох, они опоздали на 40 лет. Но на самом деле, во время именно своего трансферия, прохождения пустыни, там произошло формирование народа. Там они получили законы, постановления, там они научились доверять друг другу, доверять Богу. Да, были ропоты, да, были ситуации. Но 9-е ава не должно стать причиной трагедии или же времени печали. Псалом 125-й говорит, я 4 стиха прочитаю. Великое сотворил Господь над нами. И каждый может сказать, великое Бог сотворил над нами. Мы радовались. Каждый из нас радуется, когда Бог делает великие дела в нашей жизни. Когда у нас есть свадьба, рождение детей, когда у нас дети идут в школу, когда они заканчивают, когда у нас есть работа, когда у нас обеспечение есть. И мы говорим, великое Бог сотворил над нами. Кого-то Бог спас от какой-то болезни страшной, либо избавления от ситуации. Мы говорим, великое сотворил Бог. И тогда мы радуемся. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Вот так быстро верни все то, что скрыто, все то, что в плену. Он говорит, верни, сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем сеющие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Я верю, что вот 9 ава, хотя и причина собраться для чтения Торы, одеть на себя одежды траура, но это не причина зацикливаться на своих проблемах. Я верю, что кроме того, что у нас с вами существуют дни печали, которые у нас не попадают на 9 ава, наверное, и не стоит смотреть, как день 9 ава, нечто настолько жестокое и бесчеловечное, которое сложилось в жизни Израиля. Кроме разрушения двух святых храмов в Иерусалиме, в истории еврейского народа, эти дни также отмечались трагическими событиями. Например, 9 ава в 1095 году, Папа Урбам II, хочу сказать, чтобы подметить, что не последователи Ишуа, не последователи, не ученики Ишуа придумали антисемитизм. И не ранее церковь, община из христиан придумали гетто и преследование и наказание. Мы понимаем, что именно дьявол, который не хочет, чтобы народ Божий процветал, чтобы народ Божий влиял на экономику и влиял на ситуацию в морали в стране, он ожесточил сердца, в первую очередь против еврейского народа, против его народа, а также и после тех, кто будет последователем Ишуа Мессии. 9 ава в 1095 году Папа Урбам II объявил в начале первого крестового похода. Тогда, так называемые воины Иисуса, убили десятки тысяч евреев, уничтожили множество еврейских общин. 9 ава 1146 года, второй крестовый поход, и во время второго крестового похода уже общины Франции, Германии пострадали, в еврейской общине пострадали от вот такого невежества. 9 ава 1290 году, первое изгнание из Англии, на следующий день, в 1306 году, был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все имущество они должны были оставить. 9 ава 1348 году, европейских евреев обвинили в том, что они стали причиной черной чумы, то есть черной смерти. И это позволило многим набожным людям, имеющим корни антисемитизма, преследовать евреев и убивать, и разорять их имущество. 9 ава 1555 году, евреи Рима переселены в первое в истории гетто. Первое гетто. 9 ава 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии, то есть это как бы началось преследованием. 9 ава 1648 году была произведена резня, почти в одно время, там как бы начало резни, в Польше, Украине, Бессарабии, по станческой армии Богдана Хмельницкого. Не десятки, сотни тысяч евреев пострадало тогда на этой территории. 9 ава 1822 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты ошседлости. Евреям тогда не разрешалось жить в городах, черта ошседлости. И тогда нашли причину, почему их уничтожать. 9 ава 1914 году началась Первая мировая война. 9 ава 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто. А это означает, что 9 ава 1942 году начал действовать лагерь смерти Треблинка. Мы с вами живем очень интересное время. Я спрашиваю себя, а причина, вот не того, что произошло с евреями, 9 ава, а причина, почему наш народ, как бы подходя к этому дню, начинает расследовать себя, одевать на себя траурные одежды, думая или мечтая, надеясь на Бога, что эти дни, они нас могут миновать. Я понимаю, что именно наше неверие, Бога Авраама, Цаха и Ака, недоверие Ему послужило многим вещам. Но я вам скажу, в этих же лагерях умирали и евреи, которые верили, что Иешуа Мессия. Дети Леона Розенберга и весь детский еврейский интернат был сожжен во Швецию. Можно говорить о том, что не только те евреи, которые набожные были, или не были верующие, но и те, кто верили в Иешуа, пострадали в этой войне. Говорят, что история повторяется. История на самом деле повторяется. И если быть суеверными, тогда всякое потрясение, которое происходит в мире, не только в нашем народе, наш народ может делать как лакмусную бумагу, смотреть, что будет происходить в будущем. Но сейчас, то, что происходит сейчас по всему миру, это должно быть нам намеком о том, что нам, как общине, как Церкви Божией, нужно соединиться в молитве, в ходатайстве, просить у Бога о милости и благости, потому что мы живем с вами в последнее время. Быть суеверными, тогда всякое потрясение нас будет пугать. И всякое потрясение будет уводить нас от желания благовествовать. Потому что нам будет казаться, что наша жизнь нам больше важнее, чем жизни других. Как я и говорил, многие евреи, попадая в ваш сменцум, верующие евреи, свидетельствовали тем, кто надеялись на Бога. И многие уверовали, многие там, в этих лагерях, они уверовали, что Ишуа есть Мессия. Смотря на эти даты, я содрогаюсь, конечно. Что бы я делал в эти минуты? Что бы происходило со мной? И, наверное, если бы я был религиозным человеком, я тоже бы надел на себя траурные одежды, печалился, брал бы пост. Но я хочу вам сказать, что я искуплен Моим Мессией. Моя жизнь, она принадлежит только Ему. Живу я или умираю. Написано, что я Господен. И эти даты, они должны нам напоминать о том, что происходило, но не должны препятствовать нам благовестии. Не должны пугать нас. Потому что эти люди нуждаются в Боге. Верующие люди, религиозные, которые не познали милость Ишуа. Я искуплен Мессией, я взят в удел. Мое имя написано Его кровью. Книги Агнца, книги жизни. Это важно. Почему? Потому что нет причины быть в трауре. Есть причина одна – радоваться. Но возможность радоваться о грядущих временах у нас не всегда есть. Но нам нужно думать, что происходит сейчас и чем мы можем повлиять на будущее. Что можем делать для своих детей, своих близких, для своей страны, для своего бизнеса. Что мы можем сделать сегодня? Наверное, самое важное – это помолиться. Иметь в себе очень серьезные отношения и верить в изменения через молитву. В Талмуде рассказывается об основателе Талмуда, рабе Акива, который после разрушения храма также был уничтожен римлянами, как и другие повстанцы. Он был основателем Талмуда и фактически устной Торы, на чем основываются сегодня многие-многие раввины. Талмуде считается очень влиятельным или основателем для современного иудаизма. Но что происходит? В то время, когда он гулял со своими учениками в окрестностях Иерусалима, вдруг на храмовой горе его ученики заметили, что на том месте, где была святая святых, была лисица. Они заплакали, они начали рыдать, потому что храма нету, все разрушено. Лисица бегает там, где должны были священники приносить жертву за грех раз в году на Йом-Кипур. И вдруг они начнут плакать. А рабе Акива, он начинает смеяться. Ученики очень сильно, как бы так, в негодовании были, так, в смущении. Говорят, почему вы смеетесь? И он говорит, а почему вы плачете? Плачет, потому что лиса находится на святом месте. А он говорит, я смеюсь, потому что то, о чем пророчествовали пророки, оно сбылось. Оно сбылось. Одна часть уже сбылась, значит, исполнится, и вторая. Храм будет восстановлен. Знаете, эти моменты очень важны. траур о разрушенном храме не должен нас вовлекать в позицию лицемерия. Нам нужно помнить, что всякое происходящее в нашей жизни, оно показывает нам будущее. И Еремия 29,11 говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я верю, что именно 9 Ава всегда давала перспективу израильскому народу искать Бога. Я в Атахаристске не верю, что не только как бы все ситуации, которые происходили. Там, я перечислил вам малую часть, но разве только 9 Ава происходили ужасные вещи с еврейским народом. Разве только 9 Ава многие вещи происходили с христианами, верующими в Иешуа, Мессию. Но всякое потрясение, когда приходит наша жизнь, должно показывать нам перспективу исхода, что Бог хочет сделать. Намерение Бога на самом деле обитать посреди своего народа. Не только в храмах, как было сказано, что построим мешкан, построим я эту палатку, где я буду говорить с тобою между двумя херувимами, я буду общаться с тобою там. Но на самом деле глубина нам откровения о том, что Бог хочет иметь отношение с человеком начинается во времена Моисея. Он говорит, он будет моим народом, твой народ, вот этот народ Израиля, он будет моим народом, я буду обитать посреди них. Обещания его, они избываются. Иоанна 1 глава, говорит о том, для того и пришел Мессия, чтобы явить себя между нами, чтобы обитавать посреди нас, чтобы быть среди нас, чтобы мы узнали, что Бог благ. Его некая последующая часть жизни для Израиля открывается уже с перспективой для всех народов, для всех народов. Израиль только был началом. Я прочитал в одном из комментариев, я посмотрел блог один, и там люди как раз спорили о Мессии, евреи, которые верят в Мессию, и те, которые, например, были ортодокси. И ортодокси говорили, так ты что, не понимаешь, так это же греки вообще написали новый завет и все остальное, потому что на греческом языке написано. И один умный еврей говорит, послушай, если бы греки хотели бы писать о божестве, о Боге, пришедшем во плоти, навряд ли они бы использовали евреев. Зачем им в своей мифологии, будем говорить так, в своей вере иметь еврейские какие-то корни? Они бы использовали своих, как это было и раньше. И знаете, меня это очень возрадовало, что фактически кто из кто, кто такой народ Израиля, везде и всегда преследуемый, пренебрегаемый, унижаемый, и вдруг среди этого народа Бог воздвигает мессию, которого мы верим. Был свет истины, Иоанна 1 глава 9 стих, который просвещает всякого человека приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Не только евреи, он пришел к своим, и свои не приняли, не только евреи, но и весь мир не мог его понять. Почему? Как это так, человек во плоти, то есть, хочет умереть за весь мир. Как так, Бог пришел во плоти, чтобы умереть за все человечество? Всем богам поклоняются, все боги принимают дары, даже лжемессии, никто из лжемессии никогда не умер за народ. добровольно, они всегда умирали из-за того, что они уже мессией были. Этот же говорит, я отдаю свою жизнь добровольно, я знаю, я для этого пришел, чтобы взять грехи всего человечества. А тем, которые приняли его, верующие во имя его, давлась быть чадами божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились, и слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от отца. И знаете, я думаю, что бы, как бы принимался бы Иешуа сегодня в ортодоксальной общине. Я думаю, что в 9-е ава то, что происходит с народом Израиля, сегодня они печали, они вспоминают храм, вспоминают все трагедии, и, наверное, как ни к скитате было бы слова Иешуа, которые сказаны в Иоанна 16, 16 глава, 20 стих. Истинно говорю вам, вы вас плачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Я думаю, что бы эти слова были бы приняты еврейским народом на ура, потому что на 9-е ава нужно плакать, нужно быть в страхе таком перед Богом. Эти слова не только обращены к верующим Нового Завета, но я так думаю, что это обращение и к народу Израиля. Что вы вас плачете, а мир будет радоваться. Вас будет уничтожать, разрушить ваши храмы, ваши синагоги и будут радоваться. Но он потом говорит, послание сегодня к евреям, неверующим в него, он говорит, послание к вам, дорогие, что ваша печаль, она превратится в радость. В радость будет, потому что там, посреди поиска Бога, мы находим утешение. Эти слова, они относятся именно к народу Израиля. И я думаю, что Ишу, как и Павел, Равшаул, отрисуствлял бы себя в этих страданиях. Он бы никогда не ушел в сторону. Он бы страдал, как другие пророки бы страдали со своим народом. страдания, это переживание со своим народом. Но есть еще мирская печаль, что многие люди просто из-за традиции делают, делают традицию, некий мирской подход к самой традиции. Одеться печальной одеждой, не кушать, но, знаете, не касаться реальности, которая отображается в 9-го Ава. Печаль, которая бы Ишуа бы не был вовлечен. Мирскую печаль. Злая шутка дьявола. Вторая корифина, 7-я глава, 10-й стигает. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль, если она существует, она должна приводить нас к покаянию, а не просто ради традиции. и она приводит ради Бога, ради Всевышнего приводит меня к покаянию, тому, чтобы я сокрушаюсь. А печаль мирская производит смерть. Нам, как верующим Нового Завета, может быть, и стоило присоединиться к нашему народу ради Бога. Печали. Но я думаю, что нас должно больше печали то, что Евангелие, Доброе Вести сегодня не так искренне проповедовать, как бы хотелось. Нас не впечатляет простое Евангелие подойти к людям и сказать, что Иисус тебя любит. Нас не впечатляет это. Нас не впечатляет многих, что Ишуа, который был царь Израиля, пришел в этот мир, добровольно лег на крест и умер за меня. Это не впечатляет сегодня людей. Большинство сегодня христиан впечатляет Евангелие процветания, популярность его, благополучие. Это вдруг каким-то образом заводит человека. И мы считаем, что это правильно. Евангелие процветания, или же благополучие, заключается в том, что ты принял Бога с его даром. Он говорит, я хочу искупить весь мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал Сына своего единонарода, чтобы каждый, всякий, кто поверит него не погиб, но имел жизнь вечную. Ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится. Все остальное, благополучие, процветание, оно приложится тогда, когда мы познаем, что Евангелие дано нам на спасение, на покаяние. Ишуа предсказывал о разрушении храма. Пророки говорили, но в чем был смысл? Сам смысл предсказание. Только лишь, чтобы исполнилось то, что было сказано или другое, чтобы поставить, наверное, новый путь, новую картину для того, чтобы поняли, с кем хочет Бог общаться сегодня и где. Исайя 66, 2 говорит, «Ибо все это сделала рука моя и все с ее было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим». Бог хочет именно пребывать среди людей, которые не просто понимают о разрушенном храме, но они начаты понимать, что мы, храм Божий, Дух Божий живет в нас. Если кто разрушит храм Божий, то покарает Бог, ибо храм Божий свят, и это вы. Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. И если мы являемся храмом Божьим, об этом говорит Новый Завет, кто из вас понимает, о чем говорю, что мы являемся этим храмом Божьим, что Бог живет нас, мы пригласили его в свою жизнь, его имя написано на нашей жизни, на наших состояниях, кто мы такие, нас узнавать будет, что мы верующие. и если мы понимаем, что мы храм Божьим, и Он хочет жить в нас, тогда как сказано, что я буду обращаться к тебе посреди херуимов, Бог хочет не только пребывать внутри нас, Он хочет с нами общаться, Он хочет иметь отношения с нами, но я скажу вам больше, Он хочет, чтобы то, внутри нас, то, что мы получили, этот храм мог отдавать другим, потому что исход 4, 16 говорит, и будет говорить Вместе вместо тебя к народу, и так Он будет твоими устами, а ты будешь Ему вместо Бога. О чем я? Если мы храм Бога живого, и Дух Божий живет в нас, мы имеем отношение и общение с Ним, и если мы имеем это общение с Ним, то этим общением мы должны делиться, назвать это добрая весть, это благая весть, благовестие. Если мы сегодня присоединяемся к нашему народу в скорби, в бедствиях, тогда мы должны присоединиться к ним не по причине просто тоски какой-то, по причине будущего спасения через благовестие. И Ишуа сказал им, не думаете ли вы, что эти гагалияне были грешнее всех гагалиян, что так пострадали, это Луки 13 глава 2 стих, разве вы думаете, что те евреи пострадали, потому как остальные евреи страдали? Треблинка, Хмельницкий, Европа, знаете причина? Ишуа говорит, если не покаетесь. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так погибнете. Друзья, услышите, я не говорю о прогромах, я не говорю о ситуациях, я говорю, что причины 9 ава не должны нас толкать на такой радикализм сетывания в религиозном обряде. Нам нужно понимать, что это радость для нас благовествовать людям. Нет, говорю вам, если не покаетесь, все так же погибнете. У нас есть всегда ответ, у нас есть ответ, как и у первой общины был ответ, что Ишуа воскрес из мертвых, что он дал нам надежду. И говорят в послании филиппинцам, говорится так, радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю вам, радуйтесь. И пусть девятая ава не станет для нас печалью мирской. Друзья, опасайтесь, потому что это смерть, это религия, это просто уход в никуда. Если мы хотим подражать в чем-то, в еврейском какой-то обрядности, подражайте Ишуа больше, подражайте апостолам. они говорят о том, чтобы радость наша была совершенна. В Господе радость. Это послание сегодня для нас. Я приглашаю каждого из вас сейчас помолиться на следующей неделе. Даже бы говорить, а следующая неделя у евреев начинается завтра. Или нет? Это может у других понедельник день тяжелый. У нас все начинается завтра. день тяжелый. Когда все отдыхают, евреям нужно что-то сделать. Я приглашаю завтра вас в этот зал на 7 часов вечера. Мы открываем компанию эволюционного служения, которое будет проходить две недели в нашем городе. Евреи за Иисуса, которые все знают, люди, которые смелые и благовестии, им исполняется 25 лет, когда они основали служение здесь в Одессе. Мы присоединяемся не только нашей общиной, но и другими общинами, церквями к этому празднованию. Ави Шнайдер, который был в нашей общине, который участвовал в наших служениях, будет завтра делиться словом. Я приглашаю вас присоединиться к открытию, прийти помолиться, Бог даровал нам возможность благовестия, чтобы 9-ая Ава не пугала ни одного еврея, но давала возможность увидеть будущее. Только в Иешуа, только в надежде на Бога Израиля можно видеть пути, которые не ведут нас к смерти, к страху, но к свободе. 9-ая Ава не должно быть трагедии для нас, но напоминание, что Бог не желает смерти грешников. Всего лишь. Что для этого нужно сделать? Помните, говорил Иешуа, покаяться, покаяться. Продолжение следует...